друзья добрый вечер дальний восток доброй ночи Европа хорошо отдохнуть на моем вебинаре только отдыхать шутка тонкая элегантная шутка поехали значит перед вами фотография вы знаете я люблю начинать украшать вот такими фотографиями читаем значит там ниже будет в общем короче я тут переставлял переставлял да переставлялся прошу прощения у автора этой фотографии короче перед вами один из моих культурных абрикосов зацвел остальные собираются зацвести где же найдется письмо перетасовывал смотрите значит сегодня я обращаюсь конечно ко всем я все еще надеюсь что как минимум половина из вас это наша гвардия тех с кем я дружу по 5-10 лет вот когда-то будут преподавателями вузах их специально позовут иначе у нас никогда особого не будет и я надеюсь что многие станут питомниководами и просто плодоводами значит перед вами 1 имеется 6 гектар очень увлеченная женщина зовут катерина остальные данные просила не сообщать но она просила закончится разговор их два фирма я высылал личных фильмов так закончится разговор но конфетика давайте так ваши проблемы которых вы возможно знаете возможно не знаете и я катя не исключаю что после того когда вы посмотрите вместе с нами это вебинар а также еще часть желающих заняться промышленными садами поубавится заметьте я разделяю промышленные сады производства фруктов отделяю от плода питомников можно иметь плоды питомник так можно иметь маточный сад хватило бы гектара так это мой опыт говорит об этом уже гектара бы хватило а вот 6 г подошелся проблемы а некоторые вы могли не знать все выложу потому что за двумя плечами богатый опыт так итак первый трактор с полным набором навесного оборудования в частности противопожарный ежегодно вспашка это обязательно почему противопожарная раз теперь так значит это спаска особая вначале спашка а потом обработка лучильником это значит что в течение лета у вас будет без трактора вы не справитесь стать невозможно вручную 3 со 2 3 4 года там проблем поубавится но спашку все равно придется делать а там не спашка течение месяца 2 трава поднимается снова а так как она свеженькая а так как в траве миллионы семян которым не было шансов воин дали шанс и получается через месяц-два вырастает новая трава на спаханной части и обгоняет траву которая надёрнет растет выдёрнет вот и получается вторая обработка уже не спашка обработка лучшим реком знаете эти диски эти обработки и возможно четвертая и в зиму должна уйти черная черная полоса между рядами вот тогда только вы не потеряете свой сад от хулиганов от лесных пожаров чего угодно так это обыкновенная сигареты не загашены 1 дальше обкашивание тоже трактор с косилкой я коротко очень потому что прессорные круги все равно надо будет обкашивать полив пойдем будут проблемы я специально говорю она касается чем который исполнил гектара гектар даже до 10-20 суток все равно качается поливать надо надо такое там не подоставишь этих самых как я вам показывал сильно много получается сильно много этих еще вариант арычный полив тут же получится что вы подойдет если у вас маленький такой хочет можно ли все полив очень эффективно с одной стороны а потом если у вас дальше это чуть ниже будет ведь и третий пункт вот чуть ниже проблема будет водой если брать воду с речки если брать воду с озера она гораздо полезнее и цене чем вода колодезная или артезианская так то вода может засолить а когда делаешь арычный полив и это проходил невозможно дозировать сколько надо дерево сколько лишнего и лишнего обычно получается здесь больше засоление поняли это вода засоление это арычная и оговорился видите сколько всего надо знать и это вода артезианская она очень очень большая концентрация тяжелых солей и так называют живого в общем суп настоящий для деревьев хорошо все-таки это антикриз а почва портится поэтому еще есть вариант расистратор ему прицепляется . бочки из двухсторожно цена видите ли тут человек тут человек но идет потихонечку не спеша это со слагом этот трактор на первой скорости даже не останавливается мне кстати не надо специального тракториста я стоило мне сесть за трактор я поехал имея право на автомобиль дальше значит быстро опалили трактор тихонечко через четыре пять метров следующие из стороны поняли дальше я стараюсь быстрее вы мне как-то настроили так так что полив бочкой он не исключен потому что тогда удастся взять воду не из-под земли а с речки или с озера дальше охрана важнейший вопрос двуногих хищников хватает дальше вода плюс полив я практически рассказал 7 семечковая культуры да значит будете вы не разделяете для вас вам надо яблони бруши абрикосы слева и черешни это то что я запомнил переписка я не привожу я обещал переписка вашей тут не будет там много личного вот значит так косточковая я буду доказывать что вы не прогадаете но надо разбираться и косточковая и косточковая а семечки я вообще исключаю посадку культурных промышленном саду культурных семян яблони культурных семян груш и исключаю вот это очень долго это отсутствие морозостойкости еще много бы наговорил но сами понимаете мне надо говорить сжато потому что очень за эти человек дальше культура поговорим пониже теперь так а вот она та самая вот это простите прервал то разговор галина якорь корнилова добрый день вовек константинович сегодня зашел серафим сарис покупала вашего сергея 5 или 6 лет назад прошлом году уже было ни с шветочков остальное пока с бутонами то есть значит милая уважаемая галина я вас прошу прислать мне нужны факты я обращаюсь к вам и к нескольким сотен моих сторонников не обязательно учеников среди вас и такие умницы что мне сама к вам записываться надо ученики но назовем так друзьям соратникам и ученикам жду от вас фотографии и должно быть у меня специальная папка которая прорегает все что вы ниже прочтете моих оппонентов все проверяет но не успеваю все показать а тут должно увеличиться 10 раз вот он серафим вот я сейчас голову на плаху положил и сказал нет не положил а поклялся что положу голову на плаху и вы мне отрубить и гора в голову если вы мне пришлете очередной оси через два месяца через полтора два месяца решите эту же фотографию с дикими плодами идем дальше смотрите и так вот это вот письмо уже нашей катерины больше никаких данных не даю фотографии не показываю потому что они как бы сказать но в общем и не хотелось это буду показывать на пальцах константинович я хочу заказать у вас косточки абрикосов черешни и возможно других плодов значит сразу я бы долго будут возмущался ругался я исключаю черешню напоминаю где вы живете тверская область так русская по моим понятиям подмосковье вот дальше значит почему исключаю через есть это сама в общем черешня вы можете у меня выписать косточки вишни потом ухо череньки черешни самой привить но вы сказали я не хочу заниматься привыкли ну где-то звучало так что вот на втором этапе а пока не до прививок тогда исключаем через уже за это раз сергей же через и не правда не выращивать не продает я в этом году сделал здесь при вообще себе и дальше значит что очень важно остается русскать и нет я верю у нас есть питомник вот он вы меня прислали адрес этого питомника вот видите я когда открыл я был шоке ладно когда еще сравнил недавно еще это водка была дешевле саженцы были дороже сейчас груша 120 слива 120 сейчас 120 через 150 это полторы бутылки пива я уже не знаю чем сравнить полторы бутылки дерьмовича пива которая был только открыл на вылет в унитаз обязательно вы знаете почему но тем не менее саженец черешни стоит столько сколько полторы бутылки пива далее вот я просил вас но вы не откликнулись на эту просьбу вам даже достаточно позвонить вы же с этим питомником общались и что-то у них покупали попросить у них данные про просто чисто так по-человечески дальше скажите пожалуйста черешни и есть это сад сервисовый вот а если есть ну может я я же тоже тверская я зайду посмотрю там это сейчас она цветет как раз может уже отсвела ну через сейчас или и ничем не спутаешь и какой будет ответ потому что не знаю я ну может отстал от жизни может буквально за последние годы совершилась революция может даже я к ней причастливого что-то где-то выучил мои уроки и уже через все там растет но она должна быть морозостойка вы почитаете кончено ведь это же невозможно у нее это ваша вот этот питомник тверской вот он написано он находится за границами на распространение устойчивое нахождение этих садов чешево и вот получается так середине врачи из косточки а потом долго и промышлый сад таким путем они вырастите через и на вишне очень плохая это совместимость его много чего наговорил скажу проще вы не купите просто 50 рублей ну допустим вы не будете там размахиваться но купите там допустим 200 штук до 30000 до 200 штук всего вроде чешевизна я обещаю я железом что через три четыре года там будет не 200 а 2 3 стадии дохлости вот вот такое то есть это вот это примерно вас ждет то есть почему я так написал быстро говорили исключаем черешни то есть промышленно саду через него десяток для души можете выписать по когда они помрут у вас через два-три года вы по крайней мере не разоритесь теперь меня усмутило принципе вся эта дешевизна груша двухлетка 160 яблони долетка 9 это невероятно этого не может быть это это два чупа-чупса ну хорошо допустим они у них все поставлено на поток я хотел бы делал том что я сегодня специальный ради вас вот разговор затеял да вот ради вас вот смотрите что получается то что я вижу то вижу здесь ничего лишнего не найдете почему я вроде разбираюсь вот это вот клоновая яблони да вот говорить подробнее избавилась бог хоть одну купить такой для промышленно садок подробнее было прошли вебинарах просто пока поверьте на слово если буду говорить я опять надо 184 вебинара если начну расшифровать свои слова вот этот момент так понимаете да теперь смотрите сюда вот это вот якобы яблони колновидно продают я вам сейчас покажу ее смотрите внимание яблони колновидно вот это самый хитрый как он называется я почему потому что вам больше некуда обращаться если ко мне то семян начинать вот у сергея тысячи полторы две сажен стоит вы же не купите столько для промышленного сада тогда я подумал так почему здесь нет фотографии я далеко не буду вот смотрите найти найти это изображение в яндексе их настоящих колновидах которая настоящих смотрите листаю это фотография тверского питомника посмотрите видите что делать я уже устал а почему огромное количество таких фотографий 1020 все сотни плодопитомников интернет-магазинов эти 1020 присылают по одной причине потому что больше их нигде никогда не увидите вот а еще я вспомнил сейчас только вы предоставили фотографию там было несколько колоридных яблок вы уже убедились что он предлагает вот а про разговоры завел не я потому что это вы меня подвели к разговору вот об этом питомнике вот а я решил так если допустим ну действительно проще вот взял вот 90 рублей этот яблоня написано однолетка ну засадили кто там 500 штук и через несколько лет вы все в яблоках и все продаете нет нет не получится понимаете потому что я не верю ничего раз черешню продают которая у них нет и быть не может понятно колновидную яблоню продают которая вы же уже купили у них обожглись все остальное скорее всего тоже с юга но я все время ставлю знак вопроса а вдруг за несколько лет они совершили революцию мне правда пришлось почти 40 лет совершать ну мало ли может там это еще нашелся еще кто-то лучше меня разбирается в общем вы поняли это один момент нет я не хочу нет